Музей Рериха Если бы я не знал, что в этой акции замешаны были следствия и юридические сотрудники Министерства культуры и Музея Востока, то я бы сказал, что 7 марта на нас был осуществлен бандитский налет. Вы видите следы этого варварства. Вот за мной картина, то есть рама, из которой выдрали картину, и они поступили со всеми картинами. Голые, пустые рамы. Сейчас со стены мы убрали, но здесь тоже вы помните, что было вот за мной и что сейчас. Это совершенно неправомерное действие, поскольку никакого отношения картины Рериха, находящиеся в собственности у музея, не имеют к уголовному делу булочника. Доказать факт, что якобы картины были куплены на ворованные деньги, практически невозможно, тем более что-то не соответствует действительности. У нас были сигналы о том, что 8 картин находятся в таком сомнительном, я бы сказал, списке, но изъято было 45 картин, а в общей сложности больше 200 работ. Без всяких оснований, абсолютно незаконно, был вывезен архив советского центра Рерихов. Никакого отношения этот архив не имеет к нынешним событиям. Я уверен, что он вывезен в недобрых целях. И вообще, я считаю, что конференция должна четко высказать свою позицию, отношение к тому, что свершилось здесь 7 на 8 марта. Сотрудники музея практически были арестованы здесь. Никакого права следствие не имело их держать 20 часов. Не давали ни есть, ни пить, только давали выйти в туалет под конвоем. Не давали позвонить, сообщить родственникам, что это за действия и кто имел на это право. Я считаю, что конференция имеет возможность принять решение. И я думаю, что нужно выставлять персональный иск следователю Зайцевой, под руководством которой все эти варварские действия производились здесь у нас в музее. И мы должны, конечно, объединиться для того, чтобы спасти замечательный музей, да и нашу организацию. Потому как война идет на уничтожение. Продолжение следует... Продолжение следует...